Давайте теперь попробуем все-таки пройти чемпионат Ауди ТТ, который состоит из пяти трасс, о которых я уже прошел, но теперь пробую пройти чемпионат, в конце которого дадут мне машине. Так, возможно нужно было поменять масло перед чемпионатом, но уже еще все. Так, три круга. Засмотрелся. 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 Эта трасса появилась в Гран Туризм 2 впервые. Там даже есть эндуранс, ну кругов 60 или 70, я точно не помню, чисто по этой трассе. Я помню с братом играл меня с джойстиками, он часть кругов ехал, я часть кругов ехал. В четвертом Гран Туризме появилась возможность управления безпек модом, то есть когда компьютер управляет вашим автомобилем, что очень удобно. Плюс еще, кроме этого, можно было менять скорость в четвертом Гран Туризме, не знаю как там дальше, не играл в них. Можно было в три раза ускорять время, ну а также отдавать команды водителю, чтобы он обгонял, ехал спокойно. Это очень удобно, когда очень много кругов на трассе. Потому что реально очень тяжело одному проехать, допустим 60-70 кругов, 100 кругов, это просто ужас какой-то. А если это трасса типа Нюрнбурн Ринга, где после каждого круга можно заезжать в пидстоп, то это вообще жесть. Я заговорился и пропустил. Да ничего. Вот о чем я вам говорил, одна ошибка в Гран Туризме и все. И мощность вашего автомобиля вас не спасет. Даже то, что я его бы ударил в зад, не притормозил, дало бы ему возможность просто-напроста. Его бы кинуло, он набрал бы скорость и оторвался еще больше. Поэтому лучше не таранить. Вот если они вас таранят. Бывает, кстати, тоже помогает. Набираешь скорость после выхода с поворота, вот как сейчас. Так, это второй круг. Так. Пока все хорошо. Главное не делать ошибок. Есть два типа Сиэтла, ну, трассы. Одна поменьше, другая побольше. Блин, ну что ж так меня носит? Печально. Последний круг. Сильно затормозил. Это ничего. Набираем скорость прямая. Тормозить не нужно. Кстати, звук двигателя автомобиля в экран туризма меняется по мере его тюбинга. То есть изначально машина звучит не так, как к примеру сейчас. Что очень радует. Здесь тоже тормозить не нужно, но боюсь не вписаться. Первая трасса кончена. Даже то, что у меня, к примеру, на данный момент более 100 тысяч, до гран-туризма практически ничего не значит, потому что это в Афате где-то на 30% апгрейда машины. Есть некоторые детали дешевые, но дешевые детали не дают нужного эффекта. Приходится покупать дорогие, к примеру, можно купить спортивную коробку передач, но вы ее не сможете регулировать. Она будет лучше стандартной, но будет отсутствовать регулирование. Поэтому придется купить раза в три дороже спортивную, но с возможностью настройки. Хорошо, уехал. Здесь бы надо было притормозить. Эта трасса тоже есть на первом и втором гран-туризме, как и на четвертом. И она, кроме внешнего, облика, в принципе, ничем не изменилась. Продолжаем движение. Здесь нужно было притормозить. Деванок погорячился. Ну, ничего. Деванок погорячился. Так что все неплохо. Ракурс не сильно удобный в этой части. Если вы, к примеру, едете на каком-нибудь высоком минивенчике или там, я не знаю, тот же самый ВИЦ, то дороги не видно. Приходится ехать. Типа с руля, то ли не с руля, то ли с капота, как этот вид называется. Вот так вот. На некоторых лицензиях более удобно ехать с таким видом. Даже намного удобнее, чем с таким. Потому что видно край поворота, видно где тормозить. Поворачиваем. Поворачиваем. И все. Хорошо. Лучший круг минуты 36. У меня этот вроде неплохой был. Сейчас посмотрим, смог ли я рекорд поставить. 33, 34, 35 нет. Проехал хуже. Так, две из пяти трасс готовы. Надо нажимать Next, а не выход, потому что туда потеряли прогресс. Так. Поехали. Можно проходить, кстати, квалификацию, чтобы стартовать не с последнего места. Много времени приводится. Лучше оборудить себе, как машину. Получше. Чтобы не приходилось ехать квалификацию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА пока я впереди на две секунды что очень даже незначительно относительно неплохо справился с поворотом здесь и поворота на которых не нужно тормозить кроме этого вот этот отрезок который будет дальше за мостом сразу это один из вид лицензии кстати его не так просто и пройти потому что на обочину выезжать не нужно закончится тест и поэтому нужно идеально попасть в кривую что даже очень непросто вроде неплохо в поворот попал так как и здесь сбрасываю скорость опять набираю смотрим отрыв 3289 хорошо ездим дальше но это конечно перебор потерял думаю преимущество однозначно да на секунду опять возвращаясь к этому повороту его можно обойти это же не лицензия вот тут сбоку типа что-то вот так никаких проблем Думаю, это будет лучший круг Думаю, это не так, что не так. Думаю, это не так. Смотрим, что это не так. 6 секунд поворачиваем однозначно будет лучший круг 6,9,6,9 набираем скорость максимально срезаем четвертая предпоследняя трасса кольцо в Риме тоже появилась на Гранд Туризма 2 в первом Гранд Туризме были только сугубо ну, по типу предыдущих трасс с СРО5 никаких тест-курс типа там рейс-спидбей никаких такого плана красочных трасс не было вообще Гранд Туризм 2 конечно по сравнению с первым нереально увеличился машин немеряное количество да, ну и плюс объем там два диска в Гранд Туризме 2 я вообще Гранд Туризма не покупал по одной простой причине потому что для меня очень странно было то, что ну как может на PlayStation 1 быть гонка на двух дисках какой в этом смысл? если Need for Speed, к примеру иногда продавалась пиратская версия там по 3 части на одном диске а здесь какая-то одна игра, которая занимает два диска мне продавец говорит да, ну тут сколько всего, что на один диск не влезет ну, когда продавая я ему говорю, да как это может быть? ну да в то время привык, что допустим, максимум в игре 13 до 20 машин а когда включаешь игру типа Гранд Туризма и это просто шок такое количество машин нереальное все можно тюнинговать там да вообще это нереально, конечно ну, конечно, сразу я приобрел Гранд Туризма 1 не рискнул вторую часть покупать потому что ну, я таки не мог понять зачем там два диска в то время был Драйвер 2 на двух дисках ну, так там заставок там целые города то есть, ну, типа ЧТА там понятно, почему два диска а здесь ну, пока не увидел пока не понял что-то очень тяжело от них оторваться на этой трассе так что лучше ошибок не делать ну, в принципе, проигрыш в одной трассе это не так страшно потому что выиграть зачитывается, как обычно по сумме набранных баллов но все равно лучше не проигрывать если я не могу оторваться от них значит, что-то делаю не так потому что значит, где-то сбрасываю скорость денег не нужно сбрасывать но если здесь не сбросит выносит на левую часть дороги так вот игру Гран Туризм 1 я подарил своему брату на день речения ну, вообще-то после дня речения не знал, что подарить пошел, купил игру потом пошел в школу вернулся после школы мой брат говорит ну, ничего себе игра я ее просто даже ну, не запускал просто отдал и все потом, когда попробовали играть я помню одна из лучших машин которая у нас там была Mitsubishi FTO мы ее тюнинговали по максимуму желтого цвета была вообще шикарная машина диапазон настройки коробки передач и всего остального позволял их выигрывать практически везде практически везде потому что, конечно же ее 300 лошадей на соперника там, какого-нибудь гоночного лимана автомобиля конечно же не хватит но все равно машина была очень хорошая и буквально сразу после покупки первого Гранд Туризма я не помню, наверное дней 5-6 прошло после этого мы купили второй это была, наверное, покупка игры, наверное, в 2001 году почему так поздно? потому что, ну, я лично опять же, никогда не слышал игры Гранд Туризма никогда никто с моих знакомых в нее не играл все в Need for Speed поэтому, конечно кто его знает, что за игра но, рад, что купил даже больше скажу это тот эксклюзив для консоли ради которого по-любому не задумаясь стоит купить приставку поэтому у меня есть PlayStation 1, PlayStation 2 конечно бы хотелось PlayStation 3 но пока что даже на этот момент съемки ее она уже, походу, снята с производства но, в принципе пока я себе позволить не могу так, вот меня обогнали здесь лучше вот так здесь трассы, на которых лучше вот так потому что из-за зада машины ничего не видно о, накрыло она меня очень быстрая трасса соперник по цвету такой же, как и я продолжаем движение неплохо вошел здесь тоже наверное придется сбросить скорость но они так не думают мне нравится этот ракурс мне больше нравится, когда видно машину ах ты ж занесло ну да здесь нужно было перенастроить коробку на разгон блин ох и печальная ситуация не хотелось бы из-за одной трассы потерять преимущество какого хрена у них фары все время светятся вроде он тормозит не видно тормозит он или не тормозит я понимаю вообще не тормозят здесь а я вот так вот а я вот так вот шлюха летаю я уже шестой на последнем круге пятый хреново что за хрень потому что они не тормозят не знаю что это быстрая трасса но меня что несет все уже далеко впереди кроме меня сука ну ничего плевает и такое пятое место не шестое шесть секунд достал хреново но шанс на получение главного приза у меня есть потому что четыре других трассы на первом месте так сейчас посмотрим поздравляю надпись я чемпион да все путем сейчас должны дать машину да по очкам я победил что же ты дали опять Audi TT такой же как у меня Audi S4 ничего себе машина и все ну то приятно еще одна машина это хорошо давайте зайдем в дом гараж S4 Car 9932 кредита стоит машина 261 лошадь 5900 вот так вот прошли я прошел чемпионат Audi TT в лиге аматоров спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если хотите до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч